Открытый диалог с Александром Непомнящим Наш эфир продолжает очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Мы сегодня, наверное, обязательно поговорим о теракте, который состоялся, который имел место в Тель-Авиве вчера. Но сначала давайте немного более широко о, скажем, израиле, американо-израильских отношениях и кто влияет на эти отношения. Кто из кто? Я согласен с вами совершенно, Сергей, потому что, да, действительно, в Израиле волна террора, и мы об этом, безусловно, обязательно поговорим во второй части. Но всё же при всей трагичности и информационной связи у людей с терактом, как бы она привлекает, не могу сказать привлекает, но вызывает огромное внимание, есть вещи более серьёзные и более судьбоносные, более опасные и более несущие куда большую угрозу, поэтому я хотел бы начать именно с них. Конгрессменов-демократов провели крест-конференцию, где выразили свои опасения по поводу приближающегося подписания ядерной сделки с Ираном, которую администрация Байдена одержимо буквально стремится заключить, и, похоже, буквально любой ценой. Подробности сделки, которые просачиваются в СМИ, показывают совершенно ясно, что ядерное соглашение, которое Байден и его команда активно пытаются реализовать, оно гарантирует Ирану, и мы об этом говорили уже не раз, превращение в ядерное пороговое государство с промышленными мощностями по обогащению урана, и это произойдёт самое позднее в течение ближайших нескольких лет, в соответствии со сделкой. То есть Иран совершенно по закону, по признанию ООН получит право на обладание ядерным оружием. Но, кроме того, эта сделка также обеспечит Ирану от 90 до 130 миллиардов долларов в виде снятия санкций. И эта астрономическая сумма практически гарантирует то, что Иран и его террористические марионетки в скором времени начнут войну и против Израиля, и против сунитских арабских стран, которые являются сегодня врагами Ирана и, в общем-то, союзниками Израиля. Точно так же, как это, собственно, произошло в 2016 году после подписания сделки с Обам. И вот с момента своего формирования 10 месяцев назад наше правительство, правительство Беннета, Лапида и Ганса, действует исходя из такой как бы аксиоматики, из предположения, что Израиль не способен повлиять на проиранскую политику администрации. Премьер-министр Нафтали Беннетт, министр иностранных дел Ейерва Питт и министр обороны Бенни Ганс провозгласили, фактически они это сделали совершенно официально, открыто, заявили, что лучшее решение для Израиля — это, так сказать, сидеть спокойно. Есть такое выражение, да, сиди спокойно на пятой точке. Сидеть спокойно в стороне и ждать, что вот такое спокойное поведение обеспечит им очки в глазах администрации Байдена и его команды. При этом нынешние лидеры Израиля умудряются упускать очень важный, очень простой факт, как раз о том, о чём мы с вами сейчас, я хотел бы поговорить, что и Израиль, и США являются демократическими государствами. Это демократия, и поэтому позицию общественности невозможно игнорировать вечно. И вот на прошлой неделе социологическая группа Макуа Сулина в Америке у вас опубликовал результаты опроса, касающегося Ирана. И эти результаты не оставляют сомнения в том, каково отношение американского народа к иранской ядерной программе. Подавляющее большинство американцев категорически против политики умиротворения, которую администрация Байдена проводит. Я приведу цифры. 76% американцев поддерживают наращивание ядерных санкций против Ирана. Только 14% поддерживают намерения администрации ослабить эти санкции. Только 14%. 76% не только чтобы сохранить, но даже увеличить. И напрямой вопрос о том, следует ли ослаблять санкции, 69% американцев ответили, что нет. Вместо этого 45% американцев считают, что США должны атаковать ядерные объекты Ирана, если санкции не смогут остановить иранские ядерные операции. То есть в американском обществе совершенно ясная позиция большинства, что нельзя позволять Ирану стать ядерным государством. Это опасно. Опасно в первую очередь для США. И Америка может и должна использовать свою силу и санкции, даже не только санкции, но и военные опции, если санкции не помогут. И 63% американцев считают, что ядерная сделка представляет собой более серьезную угрозу национальной безопасности США, чем вторжение России в Украину. То есть при всей эмоциональной вовлеченности людей в ужасную войну, которая сейчас происходит в Украине, и солидарности с украинским народом, и возмущения по поводу российской агрессии, большинство американцев здраво понимают, или осознают, что это огромная проблема вторжения России, но для текущей американской политики угроза ядерного оружия в руках Ирана это даже более серьезная угроза, чем вот эта война, развязанная Россией. И опрос Маклафлина соответствует практически всем опросам общественного мнения, которые были проведены за последние несколько месяцев в отношении внутренней и внешней политики Байдена. По всем направлениям подавляющее большинство американцев выступают против того, что Байден и его команда делают как дома, так и за рубежом. Вы понимаете, большинство американцев не одобряют политику своего президента. Мы с вами догадывались об этом, но это цифры, это реальные цифры. И большинство социологов подсказывают, предсказывают, что на ноябрьских выборах Конгресс и Палате представителей, Сенат оба этих инструмента перейдут к республиканцам. И в случае, если республиканцы действительно возьмут верх над Конгрессом, то прогрессивская внутренняя повестка дня Байдена потерпит сокрушительный крах. И его способность реализовать свою прогрессивную внешнеполитическую программу тоже будет сильно ограничена. Ну, понятно, что есть еще варианты, как мы видели в 2020 году, что выборы могут пойти очень неожиданно, по крайней мере, результаты выборов могут оказаться очень неожиданными. Тем не менее, будем надеяться, что все-таки обществу американскому удастся сохранить, несмотря на все попытки сделать их, украсть эти выборы, все-таки удастся сохранить честность этих выборов настолько, насколько это возможно, и действительно вернуть Конгресс и Сенат республиканцам. Как или иначе, готовность законодателей-демократов сейчас открыто выступить против важнейшей внешнеполитической инициативы своего президента, то есть вот этой сделки с Ираном, она раскрывает ключевую правду об устройстве американской политики. Это правда, что прогрессисты преобладают и в демократической партии, и конкретно в администрации Байдена. Но в равной степени верно и то, что они не единственная сила в демократической партии, уж точно не составляют ключевую силу среди большинства американцев. Тот факт, что те, кто занимается политикой, в данный момент сталкиваются с ограничениями в своих возможностях продвигать свою повестку дня, наглядно проявляется на протяжении многих лет во всем, что связано с политикой США в отношении Израиля. Вот об этом как раз я действительно хочу немножко подробнее остановиться. Действительно, в Америке есть большинство, которое поддерживает Израиль. Есть при этом немало и тех, кто не разделяет подобных взглядов. Вот давайте рассмотрим эти группы немножко внимательнее. Кто есть кто. Произраильский лагерь большинства состоит из многих фракций. Двумя наиболее важными из них являются ястребы национальной безопасности, назовём их так, и религиозные сообщества, в первую очередь христиане и евангелисты. Дистрибильная точка зрения во внешней политике лучше всего была выражена в своё время министром обороны Диком Чейн, который в преддверии войны в Персидском заливе в 1991 году сравнил Израиль с американским авианосцем. Ястребы национальной безопасности США признают, что чем сильнее Израиль, нация, которая ведёт свои собственные войны с врагами, которые одновременно являются и врагами Америки. Так вот, чем сильнее Израиль, тем лучше защищены интересы США на Ближнем Востоке. И поэтому они поддерживают Израиль. То есть это не любовь к Израилю, это осознание общих интересов. Верующие избиратели и общины основывают свою поддержку Израиля, в первую очередь, на своей вере. Вы знаете, то, что евреи являются избранным богом народом, что возрождение греческого государства является доказательством того, что Божий Завет вечен. Мы знаем, что, кстати, ждут прихода Мессии, окончания времени и так далее. Так или иначе, позиции евангелистов нам известны, и она действительно в большинстве своём произраильская, исходя из религиозных сообществ. Что касается антиизраильского лагеря, то его фракции, основные фракции, можно условно разделить на три группы. Это ультраправые изоляционисты и белые националисты, белые супремастисты, как их сегодня называют. Это прогрессисты, большевики и проарабская фракция. Белые националисты, это вот такая компания бывшего кандидата в президенты Патрика Бьюкинена, они выступают против американо-израильских связей, прежде всего потому, что они не любят евреизм. А главное, они свято верят в теории заговоров наподобие разных протоколов сообществ, как мудрецов. И действительно верят в то, что евреи слишком сильно влияют на правительство США, на американское общество в целом и так далее. Ну, вся вот эта вот такая классическая антисемитская бодяга. Эта группа, надо сказать, всегда была маргинальной в политике США. В последние годы и вовсе оказалась полностью вытесненной из политики республиканской партии. То есть если эта группа, в общем-то, как бы была частью республиканской партии, то сегодня, в общем, республиканцы практически избавились от влияния этой публики. В свою очередь политические преемники советских коммунистов и европейских социалистов, американские прегрессисты, руководствуются культурным марксизмом. И культурный марксизм, мы об этом говорили не раз, он догматически враждебен иудаизму, и сионизму. На самом деле мы знаем сегодня, что культурный марксизм драматически враждебен также и американским ценностям. Но мы это стали видеть очень хорошо, когда боевые группировки культурных марксистов, вообще неомарксистов, Биолема и Антифа, крушили американские города. Но, безусловно, точно так же, как они считают, что Америка должна быть разрушена, потому что это по определению неправильное государство, точно так же они относятся и к еврейскому государству, поэтому они не приемлются, сионизм ни в каком виде. Вот недавно мы видели Amnesty International, объявила сионизм фактически расизмом, повторяя советскую риторию. И они, в принципе, не приемлют иудаизм, не только как религию, а вообще как концепцию, как набор ценностей, как корпус определенных ценностей. Точно так же, как у Израиля никогда не было возможности как-то нивелировать, победить крыло Бьюкинина в республиканской партии, он не способен повлиять и на позиции прогрессистов. К сожалению, в то время как республиканцы сумели очистить, вот не только что, я сказал, свои ряды от крайне правых антисемитов, прогрессисты, наоборот, в течение последних десятилетий сумели захватить и подчинить себе институт демократической партии. Они, по сути дела, стали доминирующей фракцией в партии демократов американских и контролируют политику администрации Байдена. То есть, в общем-то, Байден, как известно, не был замечен в какой-то особой ненависти к евреям или к Израилю. Он не наш с вами кандидат, но антисемитом он не был. Флюгер и флюгер. То, что в последнее время его администрация так враждебно относится к Израилю, это результат того, что фактически руководство демпартии, института демпартии и, прежде всего, администрация Байдена, она полностью подчинена прогрессистской, неомарксистской повестке дня, в которой Израиль, и вообще сионизм, и вообще евреи, как бы, ну, не те прогрессистские евреи, которые у них там, как советский антифашистский комитет или антисионистский комитет, а вот, как бы, свободные евреи, они не в чести. И, наконец, проарабский лагерь, который является, в каком-то смысле, оппонентом ястребом безопасности в кругах внешней и национальной американской политики в вопросах безопасности с самого момента основания Израиля. Долгое время проарабский лагерь доминировал в ближневосточной политике Госдепартамента. И вот эта точка зрения проарабисты, она утверждала, что поддержка Израиля подрывает связи США с арабским миром. То есть Израиль является бременем, а не активом для США. И арабисты утверждают, что отношения США с Израилем должны быть нивелированы, сведены к минимуму или вообще даже нужно отказаться от Израиля. То есть если ястребы, как их называют, по вопросам безопасности, говорят, что Израиль — это наш аванпост на Ближнем Востоке, у него свои интересы, но эти интересы совпадают с нашими, поэтому мы должны ему поддерживать, потому что таким образом мы продвигаем свою позицию, свою политику, свои интересы, то проарабские сторонники, их оппоненты говорят, что наоборот, от Израиля только одни проблемы, нам он не нужен. И в последние десятилетия этот проарабский лагерь серьезно ослаб. Почему? Потому что его ключевой региональный якорь — Саудовская Аравия. Она отказалась от враждебности по отношению к Израилю. То есть раньше, в то время как, допустим, Чейни и Ястребы ставили на Израиль, проарабские представители вот этой внешнеполитической военной элиты ставили на Саудовскую Аравию. Саудовская Аравия была врагом Израиля, соответственно, вот бывает о конкуренции. Потом Саудовская Аравия в последние годы как бы стала снижать свою риторику враждебности по отношению к Израилю. После исламистских революций десять лет назад Саудовцы отринули прежнюю вражду к еврейскому государству и признали, что Иран представляет собой экзистенциальную угрозу для королевства, а Израиль напротив самый важный союзник в борьбе против иранской угрозы. И поэтому политические и интеллектуальные лидеры Саудовской Аравии все более открыто стали выражать свою озабоченность по поводу переориентации администрации Байдена на Иран против Израиля и Саудовской Аравии. Буквально на прошлой неделе Мухаммед Эль-Хайя, бывший редактор «Арабия Инглиш», то есть английского издания «Грозета Эль-Арабия», опубликовал статью в израильском издании «Джиразлимпост». Само по себе представьте, сколько, несколько лет назад еще ведущий интеллектуал Саудовский, опубликует статью в еврейской, в израильской газете «Джиразлимпост». Но после соглашения Авраама еще и не такое возможно. И вот критикуя про-ирамскую политику администрации Байдена, Эль-Хайя заметил, что для отвергнутых арабских союзников Америки враждебность администрации к Израилю вызывает тревогу, а не удовлетворение. То есть, если раньше, казалось бы, арабы должны были бы радоваться тому, что администрация Байдена так враждебна Израилю, теперь это их совсем-совсем не радует, если американцы не готовы встать на сторону Израиля против Ирана, пишет Эль-Хайя, каковы шансы, что они станут на нашу сторону? То есть, Саудовская Аравия, Эмираты очень четко понимают, что они находятся с Израилем в одной, в одну сторону баррикад против Ирана и его экспансии в Лижневосточной. Очень характерный момент в том, что американские арабисты, те самые, которые как бы продвигали Саудовскую Аравию против Израиля, они не отказались от своей антиизраильской позиции. То есть, сейчас, казалось бы, когда возникла замечательная ситуация. То есть, раньше они были за Саудовскую Аравию, Ястребы были за Израиль, и у них была постоянная конфронтация, на этом строилась их конфронтация. Теперь Израиль и Саудовская Аравия по одну сторону баррикад. Казалось бы, и вам стоит создать общий фронт с Ястребами, но нет, конечно. Война же, она за места, за распределение ресурсов внутри американской политики. И поэтому теперь американские арабисты повернулись против Саудовской Аравии и Эмиратов. И в качестве оправдания полагают на ближайшего арабского партнёра Ирана Катар. Катар, он как бы является протекторатом Ирана, хоть и арабское государство. И Катар сам активно поддерживает, реанименцирует террористические группировки от ИГИЛа до Хамаса. И теперь арабисты, их как бы уже и арабистами это назвать толком нельзя, они теперь против Ястребов, против Израиля, против Саудовской Аравии за Иран, и за Катар, за хуситов из Йемена, за Хамас и так далее. И конечно трудно избавиться от ощущения, что за вот этой вот новой антиарабской политикой арабистов во внешнеполитической элите США, в их резкая позиция американно-израильскому альянсу кроются, мягко говоря, тёмные мотивы. То есть эти мотивы трудно назвать продвижением американских интересов, даже как бы может быть неправильно восприняты. Это не похоже на американский интерес, это похоже на что-то другое. Хотя антиизраильский лагерь долгое время был лагерем меньшинства в США, он всегда был крайне влиятельным меньшинством. И столкнувшись с разногласиями во взглядах США на свою страну, израильтяне в свою очередь тоже разделились на два противоположных лагеря с конкурирующими взглядами на то, как защищать и расширять свой союз с Америкой. Бывший премьер-министр и лидер оппозиции Бенюмина Таньяу, он возглавляет первый лагерь, один лагерь, все последние 30 лет. Лапид Ганс и присоединившийся, или как мы говорили, языком Советского Союза, примкнувший к ним Беннет, стали сегодня ведущими представителями противоположного. Первый лагерь, который можно назвать так условно как бы проамериканский лагерь, признает, что Израиль не способен повлиять на членов антиизраильского лагеря в США, ни в одной из его вот этих трех основных фракций, но он также признает, что этот лагерь антиизраильский составляет меньшинство в США, и хотя он является доминирующим в демократической партии, это не единственная фракция в демократической партии, поэтому члены проамериканского лагеря израильтян считают, что путь для сохранения и расширения поддержки Израиля со стороны США состоит в том, чтобы поддерживать и укреплять сторонников Израиля по обе стороны американской политической системы. То есть, грубо говоря, проамериканский лагерь израильтян политическим говорит так, у нас есть практически все республиканцы, они поддерживают наш союз с Америкой, понимают, что это выгодно нам, нашим обоим странам, среди демократов доминируют наши враги, но у демократов много разных других фракций, с ними можно работать, с ними можно договариваться. И при этом, что очень важно, проамериканский лагерь продвигает эту свою цель, то есть, дружить между Америкой и США прямо и без экивоков и говорит об интересах и целях Израиля и о том, как эти интересы и цели Израиля продвигают интересы и ценности США. То есть, все честно, это наши цели, это наши задачи, но эти задачи, эти цели, они и ваши тоже, поэтому вам выгодно поддерживать нас, потому что вместе мы продвигаемся, идем к одним и тем же целям. Сторонники такого подхода считают, что обозначая вот такие четкие линии для американских союзников Израиля, будь то в отношении Ирана, палестинских арабов или других ключевых вопросов, Израиль усиливает своих союзников и американских, и сегодня арабских, сумминских. Второй лагерь, противоположный этому проамериканскому лагерю, назовем его условно элитистским, исходит из совершенно иного базового предположения о характере поддержки Израиля в Америке и о наилучшем способе ее сохранения. То есть в принципе как бы этот лагерь тоже за то, чтобы между Израилем и США были дружественные связи. Но этот лагерь совершенно по-другому видит устройство этих связей и как бы расклад сил. Члены этого элитистского лагеря считают антиизраильский лагерь в Америке, особенно его арабийские прогрессистские фракции, буквально всемогущие. По их мнению, государственный департамент определяет от начала до конца всю внешнюю политику США. И в этой ситуации задача Израиля, по их мнению, состоит в том, чтобы установить хорошее отношение с антиизраильским лагерьем, то есть как-то его умилостливить и попытаться умиротворить, даже если это умиротворение подойдет доверие к сторонникам Израиля. То есть вот у нас есть наши друзья в Америке, есть наши враги, давайте же умиротворять, умилостливать врагов, и пусть даже это придет к нашему разголу, разладу с друзьями. Для меня это очень странный подход, но тем не менее это основной подход элитистов израильских против лагеря Натаниел. Левые радикалы Израиля поддерживают этот элитистский подход, поскольку они изначально разделяют враждебные идеологические убеждения антиизраильского лагеря США в отношении своей собственной страны. То есть израильские левые радикалы ненавидят Израиль, действительно считают, что сиодизм плохо, Израиль плохо, не должно быть Израилей, как еврейского государства, и поэтому вся риторика большевиков американских и арабистов походит изначально, они ее поддерживают. Лагерь сторонников Лапида, будучи по преимуществу представителями израильского дипстейта и элит, он является основной фракцией вот этого элитистского лагеря. Лапиды и его сторонники предпочитают компанию прогрессистов-арабистов, которые разделяют их привычки, их личные предпочтения и компании ястребов от безопасности и евангелистов. Лагерь Ганса немножко другой. Он придерживается смиренного такого подхода элитистской школы просто потому, что его члены не понимают политики США и не в состоянии осознать те сложные расклады, из которых выстраивается внешняя политика в Америке. То есть, грубо говоря, Лапид, который является лидером вот этого элитистского подхода в противовес Натаниалу, он, в общем, представляет тех людей, которым действительно Израиль, ну, как бы, если Израиль накроется или он перестанет быть еврейским, это не то, что их расстраивает. Им приятнее тусоваться с хорошими ребятами, как они считают, вот с арабистами и с прогрессистами, большевиками американскими. А Ганс, они другие, они гораздо в большей мере сионисты. Но при этом это такая вот как бы публика, в отличие от Натаниалу, не интеллектуальная. Ганс, он, помните, как я простой солдат, я не знаю слов любви. Ганс удушкой от очков мешает чай в своем одноразовом стаканчике. Он человек простой, рубах от парень, да, и ему эти все сложные раскаты непонятны, поэтому он просто принимает элитийскую школу, не понимая того, как вообще все это работает и как, кстати, нужно что-то сделать. Изначально в пресс-конференции в среду должны были принять участие 15 демократов, но явились на нее в итоге только пятеро, десять не пришли. И это стало наглядным отражением слабой позиции правительства Израиля к слабой критике в отношении сделки, которая готовится с Ираном. Подобно Беннету, Лапиду и Гансу, законодатели-демократы не возражают против ядерного умиротворения Ирана. То есть они не то, что против сделки совсем как таковой, они лишь заявляют, что, мол, хотят лучшие сделки и что корпус стражи исламской революции, мы об этом говорили, не должен быть исключен из списка иностранных террористических групп, составленного Госдепартамента. То есть они как бы не против сделки как таковой, они исключительно надо ее сделать немножко более разумной, то есть не такой безумной и радикальной, какой она сейчас является. Как законодатели, бросающие вызов своему президенту и партийному руководству, эти пятеро законодателей не могут быть более критичны в таком вопросе, чем Израиль. И есть веские основания полагать, что умеренная критика правительством Беннету Лапиду Ганса американского предательства Израиля в контексте сделки с Ираном, она сыграла свою роль в том, что 10 законодателей в итоге не пришли на эту конференцию. То есть, грубо говоря, среди демократов действительно было 15 конгрессменов, которые понимали, что эта сделка очень плохая, что это нужно ее как-то поменять. Но видя то, как Беннет, Лапид и Ганс, представители этого как бы лагеря, который служит прогрессистом американским, как они в общем бормочут что-то себе под нос, но не очень активно. Они говорят, мы же не будем святее Поповимского. Если израильтяне спокойно относятся к этой сделке, так что нам беспокоиться? Ведь в конце концов, если само правительство Израиля не рассматривает ядерную сделку Байдена как причину для неотложной озабоченности и повод для откровенной позиции администрации Байдена, как это было в свое время у Натаниэла против Обамы, то почему это должны делать израильские сторонники из числа демократов? На протяжении поколений, особенно в последние годы, проамериканский лагерь был ответственен за самые большие прорывы вперед в американо-израильских отношениях. То есть вот, грубо говоря, подход Натаниэла о том, что надо работать со всеми силами, которые за нас. И даже там, где обладают те, кто против нас, с ними тоже можно как-то договариваться. И в итоге получались очень хорошие совместные проекты. В итоге очень хорошо продвигались совместные цели. И в тот же, как бы в то же время в свою очередь в этот же период элитийская школа, противоположная подходу Натаниэла проамериканскому, она усиливала антиизраильские лагрии в Вашингтоне и по всей Америке, поскольку отказывалась отстаивать интересы Израиля открыто и поддерживать друзей Израиля, когда те хотели выразить свою поддержку. Понимаете? То есть когда Лапид или Ганс или Беннет приезжают в Америку и не хотят встречаться с евангелистами, например, или с другими друзьями Израиля из республиканской партии и бегут обниматься с прогрессистами, с отрядом вот этих самых бесноватых Аказии Кортес, Ханамары и всей этой прочей Шатии и Братьей, то они подрывают позиции наших друзей в Израиле, в итоге ослабляют их политику. Очень жаль, что сегодня израильское правительство составлено вот из этих фракций, которые, по сути дела, очень сильно вредят Израилю и по большому счёту через вред Израилю подрывают интересы американцев. Ну, будем надеяться о том, что это можно будет в ближайшее время изменить и об этом, наверное, уже поговорим после перерыва, после ответов на вопросы. До свидания. Да, я напомню, телефон в студии 847-400-5200. Сразу после рекламы можете звонить, если у вас есть вопросы. А пока реклама. Открытый диалог с Александром Непомнящим. Продолжаем нашу программу. Напомню, телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Если будут вопросы, пожалуйста, звоните. Ну, а пока давайте, наверное... Нет, давайте примем звонки, а потом уже перейдём к следующей теме. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Уважаемый Александр, вы знаете, ваше государство всё-таки, мне кажется, более как бы мобильное, чем наша страна. Я помню, к нам приезжали преподаватели еврита из Израиля и рассказывала преподавательница, она была из Харькова и не могла найти работу, она была математиком. И написала по имени министра, и он её позвал, и она встречалась с ним, и после этого работу ей всё-таки предоставили. То есть, фидбэк у вас происходит намного быстрее. И вот я думаю, каким-то образом надо повлиять и на Беннета, и на Лапида, потому что, если вы будете сидеть и ждать, как говорится, на заборе, то вы можете оказаться в положении Украины. Понимаете, они тоже считали, что войны не будет, как ваше правительство считает, что ничего не будет, нас Байден защитит. И это может очень-очень плохо кончиться. Я не знаю, может быть, у вас какое-то другое мнение? Спасибо большое. Нет, ну вы совершенно правы, мы поэтому делаем всё возможное, чтобы сместить правительство Беннета, Лапида и Аббаса и привести Натаньяу, который сможет действительно заняться, занять другой курс и повести Израиль другим путём. Вы абсолютно правы. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте, Серёжа, здравствуйте, Александр. На днях на днях на сцене театра абсурда под бурные продолжительные аплодисменты труппы театра вышел главный режиссёр Белого дома, я имею в виду театр Белого дома, вышел главный режиссёр, продюсер и сценарист, букловод Байдена, товарищ Обама. Вот, не кажется ли вам, что вот не ястребы, как типа Чейни и евангелисты Америки, сейчас всего не правят балом, это не первый год, а именно Обама, который как бы породил это соглашение, ядерное соглашение с Ираном. Вот, и мне кажется, что вот Лапид и Ганс, они не очень-то и наивны, чтобы не понимать того, что от них требует Обама, а не Байден, и в Чарске стараются стоять на его стороне, и потому что они, и оба, они ненавидят Израиль, и хотят избавиться от вашей стороны. Спасибо. Ну, я бы сказал, что это не совсем так, то есть, мы как раз говорили о том, что сегодня так получилось, что в Америке в демократической партии правит бал прогрессисты, и Обама действительно олицетворяет как бы обеднение прогрессистов, и вот проарабский, который сейчас стал проиранским, проиранская фракция Госдепартамента. Поэтому действительно они сейчас у руля, и они главные заправивы в американской политике. Это можно изменить, я надеюсь, что это будет изменено уже на промежуточных выборах в Америке, благодаря решению американцев, которые все-таки поменяют состав Сената и Конгресса. И что касается наших, безусловно, Лапид, Ганс и Беннет, они непрерывно показывают, насколько они действительно неумные, недалекие люди. Ловкие политики, может быть, хитроумные махинаторы, но они недалекие люди. При этом они все-таки, скажем, я не думаю, что они все ненавидят Израиль. Беннет, по крайней мере, точно не ненавидит. Но они не понимают того, что их игра, их попытка получить какие-то дивиденды и договориться с такими силами, которые представлены сегодня Обамой и компанией, прогрессистами, не приведут ни к чему хорошему. Попробуем принять следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, Фили. Добрый день, меня зовут Эдуард, я из Нью-Йорка. У меня такой вопрос. Израиль один из семи государств, которые собираются обсуждать гарантии безопасности Украины. Ну, в общем-то, я хотел бы спросить, а какие гарантии, что конкретно может Израиль гарантировать в этот раз? Во-вторых, не нужно ли самому Израилю иметь гарантии этих же стран? И следующий вопрос. Почему, для чего нужна Россия должна быть гарантером тоже? Мне совсем понятно. Если можете ответить на этот вопрос. Окей. Значит, что касается Израиля как гарант мира для Украины, я очень сомневаюсь, что Израиль может быть таким гарантом. совершенно верно заметили, Израиль вряд ли может действительно, что Израиль вмешается и нанесет ядерный удар по России, если Россия нарушит эти соглашения, Израиль может как-то повлиять на политику России. Нет. Поэтому Беннет очень пытался влезть в эту ситуацию и заработать себе политические очки, пытаясь быть посредником. Мы видели, мы видели, что в силу того, что он очень недалекий, его просто Путин использовал в качестве своего посланника. То есть Беннет бегал на побегушках у Путина, пока Зеленскому это не надоело, он сказал, извини, мне это неинтересно. Если Путин будет говорить с нами, пусть говорить напрямую, через Беннет говорить с Путиным неинтересно. И Беннет удалился обратно в Иерусалим, потому что в общем-то никакого толка от него не было. Был бы Натаньял, возможно, все было бы иначе. Но вместо Натаньял в данном случае был Беннет, и Беннет не понял, что его используют в темную, а когда Зеленский это увидел, он его просто потослал, поэтому я не думаю, что у Израиля есть какие-то возможности быть гарантом мира между Россией и Украиной. Что касается, нужны ли Израилю самому какие-то гарантии какие-то? мы скажем, я как гражданин Израиля должен говорить с ссылкой на иностранные и зарубежные источники. Я говорю, что в Израиле есть ядерное оружие и это является главным гарантом того, что в общем соседи наши не могут позволить себе то, что позволило себе Россия в отношении в Леснице в Украине. Добрый день, пожалуйста, вы Уфинь. Добрый день и добрый вечер. Скажите, пожалуйста, какое сейчас положение на Синьягу по поводу того, что Израиль и не туда и не сюда, а на Синьягу очень часто встречался с Путиным, участвовал в маршах разных. Какое сейчас положение будет на Синьягу, если правительство падет? Когда одиозность российского режима стала очевидной для всех, буквально, для всех нормальных людей, Натаньягу часто припоминают, что вот, мол, он ездил в Москву, он даже однажды участвовал, принимал участие, стоял на трибунах во время парада 9 мая или что-то такое и так далее. И здесь надо снова и снова напоминать, что в 2013 году Россия стала граничить с Израилем. Россия ввела свои войска в Сирию, и мы на своих границах, на голландских насутах, увидели российских военных. У нас есть свои интересы. Эти интересы заключаются в том, что мы не позволяем Ирану обосноваться на нашей границе в Сирии. Мы их бомбим. И когда мы бомбим иранцев, могло получиться так, что русские могли вмешаться, и нам бы тогда пришлось начинать конфронтацию с Россией. Опыт прежних лет показывает, что мы у себя в регионе Россию громили. Это было и когда она выступала в защиту Египта, и когда она выступала в защиту Сирии. Но война с Россией это не то, к чему Израиль очень хотел бы продвигать эту идею. Поэтому на него попытался договориться. И как очень опытный политик высочайшего класса, он договорился с Путиным. И будучи политиком, ответственным за интересы своей страны, он, да, пожимал руку Путину, понимая, что иногда политик, представляющий интересы страны, должен и обязан пожимать руки даже таким уродам и негодяям. Но все это было до войны, вот этой последней агрессии, нападения на Украину. Как поведет Натаньял себя, став премьер-министром, то есть когда ему придется как-то определяться с позицией в отношении России, мы не знаем. Я полагаю, что это человек западного толка. И что сегодня он бы уже не стал вот так договариваться с Россией, понимая, что позиция России крайне ослаблена, не боялся бы говорить языком силы и говорить, ребята, вот наши интересы в Сирии, если вам не нравится, у вас будут проблемы но опять же Натаньял решает сам. Когда он станет премьер-министром, мы посмотрим, как он будет вести себя в отношении России. Я думаю, что он будет договариваться, но уже не так, как это было раньше. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, спасибо за вашу интересную передачу. У меня к вам два таких интересных вопроса с моей точки зрения. Первый вопрос. Вот, Израиль стал принимать беженцев, но я, насколько понимаю, политика государства Израиля не принимать беженцев, а принимать Илью, который, допустим, люди переезжают на постоянное место жительства. Принимая беженцев, вы ставите себя в позицию, что люди прибежали от войны, это понятно, но они временщики, то есть они побудут в какое-то время, война закончится, они вернутся обратно. Я так думаю. Может быть, я и не прав. И сколько этих беженцев было принято, если вы можете задать данные? Второй вопрос. Принимая эти же самих беженцев, вы как бы пускаете в свою страну очередную позицию, очередной, говорится, очередной ковид, который может принять в Украину или, я не знаю, откуда они могли принести другую, как говорится, с разной болезнью, и все остальное. Вы же не проверяете людей на ковид и все остальное. Вот это такая точка зрения, я так думаю, но и какая состояние ковидово сейчас в стране в связи с этим все. Спасибо большое. Окей. Значит, что касается прием беженцев. Во-первых, вы абсолютно правы. У Израиля по определению нет политики в отношении мигрантов. Израиль не принимает мигрантов. Израиль принимает репатриантов, то есть людей, которые имеют связь с еврейским народом и хотят стать, как бы, хотят стать частью еврейского народа Израиля. Сегодня Израиль принимает и большое количество репатриантов с Украины и России, и одновременно, поскольку наше правительство сегодня это правительство левое, и его позиция, его курс это на разрушение еврейского характера государства, то точно так же, как в свое время была ставка на нееврейских репатриантов, то есть людей, которые как бы могут репатриироваться, потому что, например, дедушка был еврей, но они не ощущают себя евреями, и эти репатрианты были желанны нашим левым лагерем, потому что они видели в них как бы ту часть, которая размывает еврейский характер государства, превращая Израиль как бы в государство всех его граждан против мононационального государства. Была ставка на африканских нелегалов, которые шли из Африки, Натаньял в свое время перекрыл эту лавочку, была ставка на арабов, все это как бы не сработало, и сейчас действительно есть попытка принять как можно больше беженцев с Украины, потом может быть как-то их даже оставить, таким образом опять же разрушая, подрывая еврейское большинство в Израиле. И поэтому как бы это правительство продвигало массовую политику открытых дверей. Теперь понятно, что Польша, которая находится рядом с Украиной и приняла там два или уже три миллиона беженцев, соседнее государство, но ни одно из государств, которое не граничит с Украиной, не приняло так много беженцев, как Израиль. Америка и Канада приняли меньше беженцев с Украины, чем принял Израиль. Израиль в итоге принял несколько десятков тысяч, я думаю, что сейчас больше двадцати тысяч и продолжают принимать. Я не считаю, это характерно, то есть с одной стороны мы все понимаем, это люди, которые бегут от войны, им нужно оказать помощь, с другой стороны, Израиль не та страна, которая в первую очередь обязана оказывать помощь людям с другого конца фактически планеты, то есть рядом с Украиной находятся страны большие и близкие по культуре, они могут принимать беженцев. Мы принимаем репатрианты. Приняли пять-десять тысяч, замечательно, все, хватит. Но, к сожалению, наше правительство сейчас считает иначе. Я надеюсь, и пока что опросы показывают, что эти беженцы, которые прибывают из Украины и не являются репатриантами, они все-таки говорят о том, что они вернутся в Украину, тогда все хорошо. То есть нам, я не вижу проблемы принять сейчас этих людей, чтобы они здесь переждали войну, это женщины, дети, старики, получили медицинскую какую-то помощь, поработали, может быть, даже, если они хотят, а потом возвращаются на Украину, это будет замечательное решение, у меня с этим никаких проблем нет. Я больше опасаюсь того, что часть из них захочет остаться, и мне, как человеку-стороннику того, что Израиль должен быть государственным еврейского народа, мне это нравится больше. И у нас еще осталось две темы, которые хотелось бы обсудить, а времени 8 минут остается. Это, во-первых, теракт, во-вторых, правящая коалиция утратила большинство в Кнессете. Ну, давайте попробуем такой вот короткой строкой, то, что называется. Действительно, в Израиле волна террора, волна, которую мы не помним, последние шесть лет ее не было. То есть Натаньяу удалось подавить арабский террор, и мы жили, в общем-то, очень много. В 2020 году вообще не было ни одного погибшего из рельтянина от терактов и каких-то военных столкновений с террористами. Но вот правительство Беннета все перевернуло. У нас буквально за пару недель, за три недели четыре больших серьезных теракта. Последний был вчера в Тель-Авиве. Что отличало вчерашний теракт в Тель-Авиве от всех других терактов на моей памяти? На протяжении многих часов полиция не могла уничтожить террориста. То есть обычно теракт происходит так. Значит, террорист что-то делает, и в течение минут его убивают. То есть он успевает, допустим, напакостить, нагадить в течение нескольких минут, но потом его уничтожают, или он, так сказать, ранен и попадает в полицию. Здесь террорист расстрелял из автомата кафе в центре Тель-Авиве, фактически. Самый такой вот вечер четверга, это время, когда большинство молодежи выходит, улицы заполнены, пабы заполнены. Он расстрелял людей, бежал на другую улицу, и до утра его искала полиция. И там было, в Тель-Авив нагнали огромное количество полиции, армии, спецподразделений самых разных. До шести часов утра, произошло это в девять или восемь часов вечера накануне, до шести часов утра его не могли поймать, наконец его поймали в Явской мечети и уничтожили. И вот всё это время как бы жителям Тель-Авива говорили, «Вы должны оставаться в своих домах». Такое частое иногда происходит в поселении, в небольшой посёлок, туда прибирается террорист, пока его поймают, уничтожат, это занимает иногда полчаса, час. Жителям говорят «Оставайтесь в своих домах». Но так, чтобы огромный город, миллионный город оставался в своих домах на протяжении практически многих часов, такое в первый раз. Второй очень важный момент, этот теракт совершил не исламский радикал, а представитель ООП, фактически представитель автономии. Папа этого террориста генерал в службах автономии. И папа отсроченный не раскаялся, наоборот, сегодня призвал к тому, чтобы, кстати, это всё продолжалось дальше. Теперь, нам говорят, при Натаньялу тоже был террор. Но в чём фокус, в чём фишка? Террор был подавлен, Натаньялу, не только потому, что это были армейские какие-то шаги решительные, а потому что арабы, террористы понимали, что нет никакого ощущения, что это может им как-то помочь. То есть, делай теракты, не делай теракты, это никак не продвинет твою повестку дня. Сегодня правительство, в котором главы правительства бегают на перегонки встречаться с Абумазанным, предлагают ему разные поблажки и продвигают его интересы. Это Ганс и Лапид, Беннет, который назвал Иудею Самарию западным берегом, то есть подлый, клеветнический левый террорист. Правительство, которое постоянно говорит, что им мешает насилие среди еврейских поселенцев, при том, что террорист происходит как раз со стороны арабов, а не евреи. Это правительство вызывает у арабских террористов ощущение того, что нужно еще додавить, еще немножко надавить, и получится, и будет хорошо. И вот в этом смысле, конечно, правительство, левое правительство, которое всегда приводит в вспышку террора, как сейчас, не потому, что они не умеют, они действительно плохо справляются, плохо умеют подавлять террор, но дело даже не в этом. Даже если армии сейчас развяжут руки, начнут жестко, так сказать, пресекать трудобные вещи, пока у террористов есть ощущение того, что это может как-то продвинуть их в повестку дня, террористические акты, они будут это делать. При Натаньяо у них такого ощущения не было. Сейчас, когда наше правительство лебезит перед обмазанным, у них это ощущение есть. Теперь, и действительно, накануне до этого теракта произошло еще одно важное событие. Глава коалиции Эдит Сильман из партии Ямина, партии Беннета, вышла из коалиции и заявила, что в общем она больше не является частью коалиции. Таким образом, у коалиции стало 60 голосов в Кнессете, им нужно хотя бы 61. Когда у них есть 60, они не падают, их правительство продолжает работать. Но они уже не могут, например, принять ни одного нового закона. При этом у большинства нет и у оппозиции, и поэтому оппозиция не может их скинуть. Для того, чтобы скинуть это правительство, нужно найти еще одну, еще одного перебежчика, еще одного, так сказать, человека, который начнет колебаться. Пока что этого не произошло, но мы понимаем, что вот в условиях нарастающего террора, экономического, краха, кризиса и полного разброда и шатания внутри коалиции, теперь, когда уже у них нет вообще никакого большинства и достаточно одного человека, чтобы правительство упало, я думаю, что действительно можно говорить о том, что с большой вероятностью к осени в Израиле будут новые выборы. То есть, конечно, можно было бы обойтись и без выборов, если бы те депутаты, которые были выбраны правыми голосами, депутаты из партии Беннета и Сара, которые, по сути дела, перешли бы левый лагерь после выборов. Если бы хотя бы часть этих депутатов одумалась и вернулась бы в правый лагерь, то правые могли бы создать правительство в Израиле без новых выборов во главе с Натаньялом. Но похоже, что вот как бы найти еще семерых нужны именно семеры, потому что сегодня оппозиция это не только правый лагерь, это еще и арабские экстремисты, которые находятся в оппозиции вообще к любому юридическому правительству. Вот они, правда, готовы, они намекают на то, что они готовы поддержать нынешнее правительство, но за большие преференции. И нынешнее правительство, несмотря на всю свою левизну, понимает, что в канун выборов грядущих, если они будут опираться на откровенных врагов Израиля, вот этот самый арабский список, который даже в риторике своей призывает к уничтожению Израиля, в отличие от исламистов, которые в правительстве, которые, как бы, говорят красиво, хотя делают вещи совершенно обратно. Так вот, если правительство будет опираться на арабских радикалов и экстремистов, то, конечно, на выборы они придут в очень плачевном состоянии. Так или иначе, израильская коалиция очень слабо, и это дает оптимистический прогноз на то, что к концу лета, к началу осени у нас могут состояться выборы, и, может быть, этот кошмар с правительством Беннета наконец закончится. Ну, а пока что Беннет остается премьер-министром, и он нам, так сказать, вернул Осло. К сожалению, нам придется, видимо, об этом говорить очень часто сейчас в последнее время, потому что террор поднял голову. Именно террор аграрфатовских последователей то, что было вчера. И, если я не ошибаюсь, последний опрос общественного мнения показал, что правые набирают 62 мандата. Да, это так. Действительно, на фоне волны террора, на фоне развала фактического коалиции первые опросы стали показывать, что правые партии набирают достаточное мандата для того, чтобы, если, так сказать, эти опросы станут реальностью на выборах, то, да, правые смогут сформировать устойчивое правительство. И это когда, конечно, все правила все поменяются. Огромное спасибо и берегите себя. Всего доброго и до следующих встреч. И, да, пожелаем мира как можно скорее жителям Украины и мира нам, израильтянам и мира вам, американцам. И мира россиянам, которые, в общем, страдают сегодня на самом деле тоже от своего режима. Пожелаем, чтобы все в мире как-то стало лучше, чем сейчас. До следующей встречи.